Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова И даже вот нам стало известно, что он чуть ли не стал вместо Леонида Якубовича ведущим «Поле чудес», пробы по крайней мере проходил, про это мы спросим у него сегодня. Вот как он живет сегодня, он нам расскажет, мы надеемся. И недавно проходили съемки 16-серийного сериала «Диета номер ноль», где Стас снимался с нашим актером Максимом Бусилом. Об этом мы тоже сегодня поговорим. — Успеем все вот это? — Да. Будем стараться. Очень кратко, да? Ну, собственно, вот все мы рассказали о тебе, программу можно заканчивать. — Спасибо, друзья. Было здорово. — Спасибо, друзья. Стас, а что это за история? Как ты вещал на Новую Зеландию и работал в Америке? Как это сложилось? — Сначала была Америка, а потом была Новая Зеландия. Уважаемая радиоаудитория, доброе все-таки утро. Рад, что кто-то соскучился по моему голосу. И вот мой голос сейчас расскажет. Значит, когда я лет пять назад закончил работу вот в этом темпе, в эфирном здесь, и звонит мне мой бывший пионер-вожатый. Вот откуда ноги растут. По одному из пионерских лагерей латвийских Женя Пескунов, Евгений Пескунов, вел программу «Вести», был шефом ВГТРК «Россия» в Северной Америке. Потом его «Газпром» переманил, он стал шефом НТВ «Америка». Знаковый человек, можете посмотреть, кто он такой вот в Википедии, такой гуру от телека. И он говорит, Стасевич, а у него пубертатный период, и все последующее его летнее время он все время проводил вот в Ассаре. Он часто бывает здесь. И он говорит, я привык к тому, что я еду в машине, и есть ты. А что ты с радио закончил? Я говорю, ну да, теперь вот отдыхаем друг от друга. Он говорит, слушай, а мы в Америке в НТВ-шный контент запускаем еще и радийный формат. Не хочешь ли ты у нас поработиться? Я в США никогда не был до этого. Я говорю, как здорово, интересно. Он говорит, работа клевая. 10 дней ты эфиришь нон-стоп, потом тебя сажают на самолетный самолет бизнес-классом, ты летишь назад. В этой съемной квартире в Нью-Джерси живет другой хедлайнер, который работает в свою смену. То есть в вахтенном таким методом. Вахтен. Очень удобно. Они экономят на жилье. Деньги, за которые там соглашаются работать наши люди, они несоизмеримы с запросами местных. Я еще задал вопрос. Слушай, у тебя там столько народу живет, которые уехали 20-30 лет. Он говорит, так вот, послушай, как человек вещает в эфире. И на одной из русскоязычных радиостанций счастливый человек рассказал, а мой сын поступил на колледж, и он учится на компьютер. И когда он из ЛАИ привез там... И вот этот уже поток информационный людей, которые все-таки на великом и могучем воспитаны, он их отталкивает. И поэтому-то решили, что вот свежая кровь нужна. Я слетал раз, слетал два. За это время... Это было 4 года назад. Вдруг звонок. Звонит мой близкий товарищ из Санкт-Петербурга по имени Максим. Говорит, Стеасевич, слушай, у меня близкий товарищ, который тебя тоже знает, предлагает именно тебе с прибалтийским шармом, с латышским акцентом провести свадьбу. Вот такая-то цена. Я говорю, а мне билет отплачивают Нью-Йорк, Питер и обратно? Он говорит, ты идиот? Там другое слово вместо идиота было. Конечно, нет. Я понял, что, значит, вот не успеваю я попадать туда. Звонок из одного латышского агентства. Я понимаю, что никакого посмса у меня не будет, потому что я не попадаю туда. Я понял, что в Америке я никому не буду нужен. Я буду та балаболка, которая из Нью-Джерси будет помогать им просыпаться. Я говорю, Женечка, при всем уважении и при вот этой фантастической истории, когда я первый-второй раз приехал, наверное, нет. Он говорит, окей, а если к тебе привезут комплект аппаратуры, ты наберешь команду, и вы будете вещать из Риги. Вот тут начался очень сладкий период. В 13.00 нашего времени я говорил, доброе утро, Нью-Йорк. Обратите внимание, что сегодня на 4 парома больше отправлено через Гудзон. Это говорит о том, что к нам в Америку пришла настоящая весна. Дальше народ, который знакомый, бывает в Штатах, начал смс-ками. «Стасевич, ты в Нью-Йорке?» Я «Да». «Пошли завтра на хоккей». «Не могу». «Почему?» «Сплю». «Да ладно, давай послезавтра на баскетбол». Какая-то отмазка. Я же не могу говорить людям, что я не там, потому что условия контракта были такие. Ну, а потом я так понял, что… Раскрыли, да, как шпиона? Ну, наверное, да. Да и плюс они, наверное, наигрались в эту такую слабую историю, потому что были ресурсы, которые могли работать вместо нас. И я им благодарен за этот опыт, за то, что я увидел там. Самое интересное, что комплект аппаратуры они оставили нам здесь. То есть сейчас можно придумать какую-то страну, вещать на неё. У Оля надо было обращаться 3 года назад. Я предлагал, кому только не предлагал. Одному банкиру, у которого тогда была взрослая вообще система корпоративных взаимоотношений, я говорю, у тебя 3000 адептов по всему бывшему постсоветскому пространству. Давай, у тебя будет первое корпоративное радио. Будет звучать музыка та, которую нужно твоим… Твоя любимая банкирская музыка. Именно. Как человек более занятой, говорит, классная идея, вот тебе мой там креативный отдел, которому я как кость в горле. Им-то это не нужно. Это вот всё время система взаимоотношений очень тонкая. То есть, зная большое количество руководителей компаний, они никогда не будут опускаться вот до уровня вот этого, нужного мне. И, к сожалению, поэтому мы встречаемся, общаемся, но выхлопа с точки зрения работы Дании с их стороны нет никакого. Итог. Проявился человек из Новой Зеландии. И мы вот не просто рассказывали Окленду, как нужно жить, мы ещё и рекламу здесь изготавливали. Риэлтор с большим опытом работы в Кишинёве и Окленде такой-то… А сейчас можно об этом уже говорить. А за эфиром только перед тем, как нас подключили к эфиру, Стас начал рассказать чудесную историю про рекламу Киви. А, да, это было, конечно, в Латвии ещё тогда. Был большой поток рекламы, забегает девочка и говорит, слушайте, я не успела, к сожалению, вам распечатать эту бумажку. Можете, что вы знаете, Киви, рассказывать про Киви, я сейчас это издрюкаю вам и притащу. Сидит мой эфирный партнёр, и сидит редактор, который говорит, чуваки, начинайте, говорите что угодно, я его достал. В Киви вот такое-то содержание витамина С. Какой Киви полезный и хороший. Парелин, девочка заходит, у неё и так большие глаза были, а так у неё глаза как у лемура стали. Она говорит, я вообще-то про крем для обуви. А ещё есть птичка Киви. Это потом уже в Новой Зеландию такое же, какой у нас пинг-понг-то пошёл. Стас, расскажи, пожалуйста, как ты оказался на Украине на съёмках сериала? Практически вот этим летом у тебя были съёмки. Ну да, но съёмки на территории Украины у меня за последние четыре года происходят достаточно часто. Спасибо за то, что поверила в меня человек, который организовал вот Art Forms Productions, собственно говоря, весь контент вот этот, который производит, наверное, одно из самых больших сериальных контентов на всём русскоязычном пространстве. То есть вот Таня Гнедыш, она... Это жена твоего друга. Да, жена нашего общего друга Игоря Ивашенко, великого фронтмена Мими Ричи. Они приехали в Ригу. Это был где-то год 2016-2015. А в Риге в этот момент проходили съёмки... Сейчас скажу. За казахские деньги итальянский режиссёр с американской компанией и рижским стафом снимал в Риге Париж начала XX века. Какая прелесть. Я, Андрюха Ехимович, и Женя Черкес, мы были в эпизодике «Профессорами Сарбоны». О, и вы так понравились. Ты что, у меня там такая борода, я в таком имидже, я очень на своё отчима был похож тогда, вот эти вот усы, борода, такой весёлый француз. А я же тогда не знал, что у Игоря жена очень творческий человек, она пишет великолепные сценарии сама, и вот всю эту киноимперию вот в Киеве создала именно она. До этого у неё большой опыт работы, кстати, на телеканалах, был на ТВ6. Она, собственно говоря, и Андрея Сердючку, она придумала СВ-шоу, она раскрутила вот... Данилку, да, извините, Андрея Данилку, да. Вот, и они говорят, а что ты завтра делаешь? Давай мы к вам на дачу приедем. Я говорю, завтра я могу только после 19.00, до этого я на Домской площади снимаюсь вот в этом... В роли профессора Сарбоны. Там, по-моему, мне даже слов-то не было в этом, но жалом поработал там в кадре. И ребят говорит, а можно подойти? Да. Я подхожу, и Таня таким опытным взглядом говорит, о, смотри, там 4 бекампера подогнали, значит, серьёзный проект. Я говорю, она что, в курсе вообще, что происходит? Разбирается. Более чем. И Таня говорит, слушай, Стасевич, а ты бы не хотел попробовать себя, причём по чесноку, с пробами, со всеми делами, и слетай вот в Киев, попробуй себя в несколько проектов. У тебя, как она сказала, отрицательное обаяние, и люди это запомнят. Отрицательное? Негодяйское такое. Ну да, я уверенных себе людей в кадре всё время изображаю. Богатых бизнесменов. Богатых бизнесменов. У меня самая неуверенная роль – это только трудовик. Это очень не понравилось моей маме. Почему ты трудовик? Ну, ты же не такой, ты же книжки читаешь. А я вот… Ну, мне понравился, какой я трудовик. И всё-таки про Украину и про Киев. Я полетел в Киев. Вот. И пробовался в три проекта, в два прошёл. И как-то вот оно с той поры пошло. Я вот то уверенный, положительный, богатый человек, кто уверенный, отрицательный, богатый персонаж. Ну, слушай, расскажи, пожалуйста, вот про этот фильм, который ещё никто не видел. Он вообще закончен, 16-серийный. «Диета номер ноль», да? Да, его смонтировали уже. И я, кстати, на протяжении всего съёмочного периода я даже не знал, какое количество серий будет. И я как-то… Мы сидели в одной компании, и был и продюсер, и режиссёр, и кто-то там спрашивает, а сколько серий? И я так, как самый болтливый, говорю, 8. И Таня говорит, а что это ты фильм сокращаешь? Там 16. Я уху, с таким уважением. Снимали в Киеве и снимали в Риге. Если кто-то почувствовал какое-то неудобство из-за передвижения в пространстве в центральной части Риги, 30-го, 31-го августа это было, прошу прощения, это мы. Да. Вот. И ещё в Юрмале мы снимали за два дня до этого. Кого ты там играешь? И Максим Буссов. Да, Макс играет. У меня… Знаете, мы в кадре с Максом, так получается, мы не пересекаемся. Вот, хотя мы оба… Вот, главнее нас только звёзды, скажем так. Да, там, то есть нас там много. То есть вы там надеетесь сидите оба? Максимки там очень много. Вот, я по законам жанра и по законам подписания договора съёмочного не могу рассказывать. Фильм хороший, правда хороший. Но это современная история. Это современная история, более чем. Это на русском языке снимается. Весь фильм, конечно, на русском языке. И он положительный. У него… Там, знаете, вот во всех пластах идёт положительная история. Даже если происходит что-то не совсем хорошо с каким-то героем, всё равно в этом есть вот хороший посыл. То есть это история людей, которых опустились руки в связи… Ну, там про диету же, сами понимаете, говорят. Значит, там будет кто-то, кому нужна диета. Кто-то уже перестал верить в себя. А вот смотрите, оказывается, как может жизнь повернуться. В общем, спойлеров не будет сегодня, но мы название запомним, диета номер ноль. А ещё был фильм «Снайперша», где ты просто там тоже прекрасно сыграл. И тоже с нашим актёром в компании. Рихардом Леперсом. Янис Стибилес, есть такой певец, увидел этот фильм по Первому каналу, звонит мне и говорит, а про этот фильм-то уже можно говорить. Я там кидаю людей на деньги. Причём прекрасно понимаю, что вот в том, что я предлагаю, ничего хорошего покупатель не получит. Так нет же, вот я цинично нахожу заграничного покупателя. Заграничный на тот момент был как раз представитель Латвии, играл его Рихард. Вот, и Стибилес увидел, как я... Коварный, ты коварный. И он мне за ней говорит, Стасик, ты скажи, если в следующий раз Леперса надо кидать на бабки, я бесплатно буду сниматься. А если где-то можно бананом кинуть, я ещё 20 евро могу заплатить за это дело. Это, конечно, шутка была, они великолепно дружат в жизни, но... Знаете, что интересно, девушки? У нас этот фильм показывали по Первому Балтийскому каналу. Неоднократное количество раз. Это говорит о том, что какое количество сейчас людей, которые просто отсиживают своё место. Ну, вот ты получаешь, ты редактор, у тебя будут показывать фильм, в котором двое ребят из Латвии играют. Но это же замануха. Ивент, событие для нас. Скажи, наши снимаются, они напишут всего, кого угодно. Никогда не написывают нас, потому что люди... Ну, вот сейчас время дилетантов пришло. Стас, вот очень интересно, ощущение вообще от Украины, от Киева, как там, как с русским языком, как там с ворщами, с варениками. Смотрите, мы сейчас говорим не про политическую составляющую, а про русского языка там было, есть и будет. Вот в огромном количестве. Параллели, которые у нас происходят с русским языком и там, они, конечно, видимы и слышимы. В самые безбашенные годы, когда раскручивалась вот та история, которая раскрутилась и во что она вылилась, мы все это до сих пор... И будем еще наши дети, я думаю, это пожинать будут. Я иду по Крещатику, группа «Ленинград» играет в полный рост из... вот динамиков откуда-то льется. Вы знаете, я перескочу со своей киношной темы. Вот есть такой фильм, он довольно эпохальный для событий 9 мая. Называется «По законам военного времени». Фильм, который показывали несколько раз вот именно 9 мая. Весь фильм снят в Киеве и Фарькове. 2015-2016 год. С техникой, со всей составляющей, с костюмной базой. Ну вот вам и ответ на вопрос. То есть, когда нужно, это все работает и все происходит. Вот я могу про еду рассказать, украинскую, которую я не покушал в Киеве. В городе, в котором я до этого, когда приезжал просто валять дурака, все время кушал борщ. Галушки. Галушки, сало, вареники. Так происходит. В начале 2016-2017 год у меня что ни поездка в Москву, грузинский ресторан. Что ни события в Риге, грузинский ресторан. Тут мой близкий товарищ один, мне говорит, поехали на лыжах кататься в Гудаури. Причем перед этим этот товарищ говорил, что там неухоженные трассы, там вот тот самый подъемник, который потом развалился на следующий год после нас. Это не мы его сломали. И я все время вот Хинкали, Казбекский же район, родина, родина, Хинкали, как там не поесть. И тут меня приглашают на пробы в Киев. Я после всего этой грузинской темы лечу туда, прошел пробы. С мечтами о борще. И меня приглашают на подписание договора в грузинский ресторан. Наконец-то. В тот самый, в котором потом Саакашвили арестовывали. Я возвращаюсь в Ригу. Меня приглашает мой близкий товарищ, который приедел в Ригу на два дня, в ресторан на Лаверди, вот здесь в Старушке. Мы идем к Рубику, счастливые. Опять Хинкали, Хинкали. И я лечу в Киев работать. И меня селят в отель. Я на фарт, между прочим, все время живу теперь в этом отеле, потому что если событие произошло, я вот решил там жить. И у меня полтора часа до выезда на площадку. Я говорю, скажите, я могу где-нибудь быстро покушать хорошей украинской кухни? Он говорит, что вы, хорошей украинской, в этом крещатику, это минут 15 идти. А у нас за углом кувшин грузинский. Прекрасный ресторан. И я вот стал там трапезничать. И все время у меня, ребят, когда в Киев летишь, ну давай там, поешь сациви за наш, нормальненько. И тут знакомые решили дать мне возможность все-таки отведать. Это той самой украинской кухни. И повели меня в манерный ресторан под названием «Канапа». Это на Андреевском спуске, там, где Русь-матушку крестили, вот там вот ресторан. Прихожу, высокая женщина, говорит, на каком языке меню? Я говорю, зачем меню? Там, видать, будет ласковый меню борща. А ты что? Борщ начинает. Вот у нас суп с акульих половничков. Кто-то хороший. Я говорю, нет, давайте. Украинский. Давайте мне сало. Да что это сало? У нас есть оленина, кабанина, все такое. Эти ребята мои, которые говорят, очень извиняюсь, колы пан просивтов. И дайте ему, будьте ласковые, вот то, что вы им просив. Пьер Ришар сидел через стол от нас, кушал. Всем был доволен, потому что он украинской кухни, судя по всему, до этого не пробовал. Акулии плавнички, а наши сидят и смотрят, слушай, Пьер Ришар, а давайте подойдем и автограф, или сфотографируемся. Я говорю, чуваки, мы сидим, за нами мужской туалет. Дедушка в возрасте. Часа через полтора встанет и пойдет. И тут мы к нему. А вы за кого голосовали? За Макрона, за Липена? А можно с вами сфотографироваться? Два часа сидел Пьер Ришар и не встал. То есть со здоровьем у него все хорошо. Я должна вас прервать на несколько минут, потому что сейчас у нас рекламная пауза. Оставайтесь с нами, и мы скоро продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И говорим мы сегодня со Стасом Флоренцевым. Стас, вот ты как-то в эфире Радиоболтком сказал нам фразу «Смех не только помогает жить, он лечит и делает чудеса». Ты до сих пор в этом уверен? Чудеса со смехом связаны? Я, да, считаю, что если человек умеет вовремя смеяться, а если умеет и посмеяться еще над самим собой, то, значит, не все так плохо в этом мире. Знаете, самое страшное, что вот опять-таки в наше время люди более молодые, они считают, что все, что было до них, это… Ретро-консервация динозавров, скажем так. И на это не то, что ссылаться вообще просто даже не комильфо, а растоптать, забыть и идти вперед. Вот сколько было ситуаций, когда приходит человек на чье-то место работы и говорит, я сейчас начну, вот у меня все будет косинус выстроен, все лягуты. До основания разрушим. Посмотри, это было до тебя, и ты делаешь то же самое. А другая вот такая крайность, которой не хотелось бы в ближайшие лет 30 хотя бы походить, это когда человек решает, что он последняя такая инстанция, ну, после Бога он второй на Земле. Ну да, формулировать суждения, оценивать. Я уже в том возрасте, когда я не хочу смотреть, что есть люди более прогрессивные, которые смогут дорогу выстроить более прямо, то есть найти какое-то кратчайшее решение проблем. Вот это вот… А улыбнуться в нужный момент, подчеркиваю, не рас… Вот знаешь, еще, если позволите, сейчас время, когда очень много людей в таком тревожном состоянии, потому что и бизнес рухнул, и работы нет, болеет огромное количество народу. И в этот момент вдруг есть люди, которые посылают тебе огромное количество спама. Там ТикТок, там «Уральские пельмени». А сейчас скажу чернуху, а человек в этот момент сидит у входа в реанимацию и хочет узнать, что у него происходит с родственниками, которые находятся там. И он СМС-кой переписывается, допустим, с медсестрой. И он пытается нажать на гаджет, а вместо этого… Я видел эти ситуации, и вот это тот смех, которого уже не будет. То есть ты уже, как всем отсылом этого человека, даже при более благоприятной обстановке будешь относиться уже через призму того, что не вовремя прозвучала эта шутка. Это же глупо будет, если сейчас откроется дверь, и взойдет человек, не одетый под поручика Ржевского, и скажет «Анекдот!» Подожди, а может быть, мы сейчас как раз не в том состоянии духа, чтобы вот слушать анекдоты. А вот с другой стороны, если тебя попросят, слушай, ну, чего там новенького, только давай позитивненького. И в этот момент ты вот расскажешь тот самый анекдот, я думаю, наверное, вот… Мне кажется, что ты как раз тот самый человек, в общении с которым и настроение поднимает, и как-то поддержит. Спасибо, Рит. Это тебе комплимент. Не, ну, Стаса в принципе называют, как это, чемпион. Человек-праздник. Нет, кладезь веселых, добрых историй, да, и чемпион позитива. Мы все, конечно, не успеем. То, что мы хотели спросить, это невозможно в рамках одной программы. Расскажи, пожалуйста, как ты был Раймондом Паулсом? Я несколько раз был Раймондом Паулсом, причем Маэстро знает о том, что я, наверное, один из немногих людей, кто может пародировать его голос. Самый такой, наверное, знаковый и громкий, когда огромное количество людей это услышало, это было несколько лет назад в Москве. И поверила. Поверила. У Алекса Дубаса в Москве, можно говорить название радиостанции? Конечно. На деревянном дожде было дневное шоу, в которое он приглашал знакомых, которые могли себя выдать за кого-то. Значит, Женя Гришковец был, по-моему, Борис Акунин, Илья Логутенко был, сейчас могу ошибиться, автослесарь из-под Владимира, который пародирует Илью Логутенко и в свободное от работы время пишет какие-то песни. А я был вот маэстро. Причём в эфире передо мной, вот прямо, как эстафетка такая сидела, певица Анита Цой. Её попросили, она, кстати, очень здорово отыграла, сказала, вот представляешь, говорит, заходит Раймонд Палс, твоя реакция, она. Раймонд Володимарович, я же выросла на ваших песнях, я же помню, бабушка рядышком с дедушкой. Я говорю, ну вот как седовласый человек заходит, кроме темы бабушки и дедушки уже и в голову не лезет. Ну, сразу идёт отпарирование такое. Но, с другой стороны, вы же давно не пишете шлягеров. Если человек к восьмому десятку лет думает о танцульках, это патология уже какая-то. И как шквал вот этих самых благодарных смс-ок, которые не мне, а великому человеку должны идти, вот этот поток. То есть, никто не разоблачил. Я руководитель хора из Санкт-Петербурга, боже мой, я же помню Гаудеамус, вы великие. Я там в Красноярске четыре раза выходила замуж, все четыре раза удачные, всё время была долгая дорога в дюнах. И кто-то начинает сразу знать, ну, хейтер это есть у всех. И есть же человек, который, вот и сейчас, я уверен, там есть человек, который, какого чёрта, давайте что-нибудь серьёзное. А вот мы сейчас о шутках-прибаутках. И идёт. Да, но вот когда вы были министром культуры, не всё было так гладко. Ну, я же только начинал, с другой стороны, тот экономический контент, который заработал благодаря мне. Какой экономический контент? А я просто проходил через прибавление в студию, бухгалтерию, смотрю, погремушка стоит. Я, ну, на всякий случай, знаешь, иногда и палка выстрелит. Говорит, я пришёл с этой погремушкой, сижу. Говорит, например, я говорю, ну, мы сделали такой платный для иностранцев курс латышских народных инструментов. А сколько обучения? Ну, это платят министерства культуры той или иной страны. И я какую-то цену назвал, ну, атомную совершенно, там, условно, 120 тысяч евро за курс. Курс погремушек. А что это за инструмент? Я говорю, три деклес. Говорит, сколько учиться? Я говорю, четыре года и два месяца. Я говорю, а почему именно четыре года и два месяца? Я говорю, четыре года мы правильно учим выговаривать слово три деклес, а два месяца – это ритмика. И народ, правильно, правильно. Потом ещё вот классно, на чём я сказал, что сейчас можно заработать, ведь всем реально вот как личное горе почувствовали вот историю, когда великий маэстро лишился всех своих накоплений. Причём история-то это была действительно с душком, потому что ведь сильные миры всего в тот момент сидели и знали, что банку будет кирдык, и сидели и слушали, как маэстро играет на рояле. И в этот момент они встали, пошли, сняли свои деньги, а маэстро остался без таковых. Вот, поэтому все это пропустили через своё сердце. И мне же нужно было что-то сказать, что сейчас всё хорошо. Я сказал, ну, вы знаете, наши латвийские фаны на хоккее дуют в такие, ну, как доделки. И оказывается, у каждой вовузелы есть своя тональность. И якобы через Международную федерацию хоккея все эти тональности распределены. Финны думают, дуют фа диез минор, Россия там соль мажор, Латвия там ре минор. То есть, всё согласовано и утверждено. И за каждые деньги получают, понимаете, кто и народ. Правильно, это справедливо. Вот я считаю, что... Прославил, прославил ты Латвию. Хорошо. А как ты рассказал маэстро, что вот ты выступаешь его голосом от его имени и принимаешь благодарности, там всяческие вопросы? Он же прекрасно знает, что, во-первых, я деликатно ему рассказал об этом лет 20 назад. И он видел эти вещи. Помню, была история, как-то мы вели некое мероприятие, где я был как местный ведущий, а Александр Рева, мы несколько раз так вот работали, он как звезда, а я... Залётная. Залётная. А я вот настолько местный. Он, кстати, прекрасный человек, очень деликатный. И многие незаслуженно считают, что это всё поверхность, то, что делает Рева. Всё заслужено. Поверьте. Вот. И он говорит, слушай, а как ты думаешь, если мы попросим сфотографироваться с маэстро? Я говорю, ну, давай. Он говорит, ну, лучше ты... Я попросил, говорю, маэстро, а можно вот... Он говорит, ну, тебе-то зачем? И потом он увидел вот этот у Саши огромный телефон. Он говорит, что за гаджеты? Вот, смотрите, должен быть творческая единица. У него маленький-маленький кнопочный телефон. И Саша говорит, а как? Он говорит, юноша, кому надо дозвониться? А СМСки и фотографии – это всё не для меня. Великий человек. Я вот... Только учиться и завидовать. Стас, а ещё в твоей творческой биографии «Дружба с квартетом И». Да, спасибо, что спросили. Да, как ты попал к ним в фильм? Наверное, это была реплика от Камиля, скорее всего, потому что я же когда-то вёл свадьбу у Камиля. Вот, на свадьбе играла группа... Имеется в виду Камиль Ларин. Да, да, да. И это была одна из таких сначала сложных задач, первые пять минут. В зале сидит, весь квартет, сидит Вика Толстоганова и её муж, прекрасный и режиссёр, и актёр, и ведущий Лёша Агранович. Понятное дело, несчастный случай в полном составе. Алёна Бабенко, да там вот представляете... Синяя Собчак, верно. Цветник. Ну да, понятно, да. Как же я... И тут я выхожу и говорю, друзья, а, Кама сказал, говорит, я бы мог пригласить кого-то из москвичей или россиян. Но ты ж пойми, это ж как серпентарии. Почему ты его позвал, а меня не позвал? Или наоборот. А так я вот прибал-то привёз, и вот все знают, что мы с тобой дружим. Я вышел и сказал, дорогие мои, поднимите руки, кто никогда не вёл свадьбу. Две руки, да. Две руки, одна из которых это владелец торговой марки Боско, а вторая его мама. Остальные все как бы при делах. Я говорю, вот вам двоим будет сказочно интересно, вы на расслабоне будете сидеть. А ещё родители, конечно, Камиля. А вот все остальные будут мне испепелять плеш, который пока ещё нет, и говорить, ну вот тут-то реплику можно было поменять, а тут мизанценку не дотянул. И народ сразу поржал, и поняли, что можно вот выпустить пары, не придираться ни к чему. И вот оно вот так легло. А потом эту, кстати, роль конферансьев, быстрее, чем кролики, они вот на коленке придумали. Сам себя сыграл. Придумали, они говорят, слушай, а давай вот ты будешь вот этим конферансье то на свадьбе, то на похоронах. А на похоронах там несколько похорон было. Вот, но все живы. А смотрел ты сейчас новый их сериал про Бореньку? Я, знаешь, хочу, чего дождаться. Когда он полностью выйдет на платформе, посмотреть уже одним куском. Потому что я смотрел спектакль, вот, единственный из своей семьи, кто смотрел спектакль. Я был тогда в Москве. И мне есть с чем сравнить, я обязательно это сделаю. Ну, вот третий фильм, о чем говорят мужчины, ты же там тоже участвуешь. Ну, я там в бане посидел, и Фируза почему-то решила, что моих реплик там много, и оставила только мои глаза и два вздоха. Присутствие есть. Стас, вот ты считаешься рекордсменом по проведению свадеб. Сколько там их было? Сотни, наверное. Нет, сотня-то была, Ирит. Я, наверное, не рекордсмен. Я знаю, что есть именно свадебные ведущие, кто заточен под вот этот конвейер идёт. На конвейере каждую неделю. У меня, получается, наверное, нет. У меня как-то вот деликатно. Ну, по крайней мере, от каких-то знаковых свадеб у тебя было очень много. И какой-то личный топ, наверное, есть. Расскажи про самую оригинальную свадьбу. Самую оригинальную, по-моему, мы с тобой даже как-то в интервью. Это было, когда у меня из Венеции гондолу привезли на фуре. Гондольер бизнес-классом прилетел. На мой вопрос, а нельзя просто грибца взять? Посмотрели, как на дилетанта, говорит старичок. Он же не грибёт. Он же настоящий. Прутит вот так вот. Причём это был прудик. Потомственный гондольер, заслуженный, почётный. Я начинаю не сомневаться. Дима Маликов играл сбор гостей, сидя босиком, а-ля Джон Леннон в белом костюме за белым роялем. И так кивком провожал гостей, которые идут вот мимо. Ну, там вот всё сыграл тот самый… А я в костюме Петра Первого был. Да-да-да. И всё сыграл человеческий фактор. Как мне говорили, там всё строго. Вот в 19.44 тётя Тамара Тамбов, 82 года, то 40 секунд. Я говорю, как 40 секунд? Ну, 40 секунд. У нас есть методы заставить её… Тётю замолчать. Я говорю, как биатлонист, что ли, там её… Или джигит там с лосо какой-нибудь. Нет. Ну, в итоге там всё кончилось тем, что подружка невесты перепела. Это была такая свадьба. Ему уже было хорошо за 40, а ей около 40. Пока это был повторный брак, но вот. В общем, всё это кончилось на три часа раньше запланированного времени, потому что подружка невесты напилась, взяла микрофон. Не у меня, я бы не дал. Я вижу, что человек… Я, кстати, никогда не покажу, что человек говорит глупости. Я понимаю, что он говорит глупости, но я же при исполнении, я должен… Кивать, улыбаться. Кивать, улыбаться. Никогда не подставлю партнёра, если он оговорился, там, ну, там, какое-то не то слово. Этика. Играть нужно в команде. Даже если ты с этим человеком пересекаешься всего лишь один-единственный раз. Нельзя сказать, ах, сейчас вот, посмотрите, какой плохой режиссёр, у вас сегодня там то-то и то-то, ну, не возьмут тебя потом работать. Как и не возьмут работать на какое-нибудь знаковое мероприятие, если ты расскажешь, откуда ноги растут. И подружка невесты… Она взяла микрофон у французского певца и сказала… У кобеля вот его супруга, вот она её подружкой так называла, ну, ласково, говорит. Её, кстати, Оля звали. Говорит, я тебя очень люблю. Оля, ты моя лучшая подруга. Невеста, да? Да, невесте. Да. А я говорю, слушайте, ну, давайте, и что дальше? Она говорит, я хочу, чтобы вынесли сейчас венок. Я говорю, спасибо, зачем венок? Она говорит, а вот тот показывает, там такой арабоговорящий француз или франкодумающий араб такой сидел. Я ему родила двух прекрасных детей, он не хочет меня жениться. Я говорю, ты что, сразу ему венок нести? Я хочу нормального женского счастья, сказала подружка невесты. На что Оля, невеста, сказала, ладно, сама попробуй, не поймай. И кинула букет. А теперь, внимание, за три часа до этого жёсткий тайминг был распределён так, пиротехник, да, в армии служил, да, где? В ПВО, апогей, знаешь, что такое? Да, это высшая точка, всё, не повторяй. Значит, смотри, когда апогей поймаешь в 23.50, получишь ещё дополнительные 200 евро. И букет-то летит не в 23.50, а в 21 час 15 минут, и июль месяц, и солнце ещё вот здесь. И у бедного пиротехника, ПВОшника, перед глазами или тайминг, или 200 евро. Победило 200 евро. То есть, весь салют... Грянул салют. 20 минут пыли просто от ас. Там гондольера же нету, а парень, Цхай, его фамилия... Стас, это не сценарий? Нет, это надо делать сценарий, конечно. Ну, в общем, короче говоря, все счастливые... А, фанеру упустили. А гондола в этот момент? Гондола стоит на траве, на стапелях, выбегает этот певец, который должен был через прудик переехать. Встал вот в майке, в шортиках, сделал вид, что он поёт, ему отслюнявили потом. Мне сказали, слушай, чувак, получилось даже лучше, чем задумано. Главное, компактно. Да, ты с нами бухаешь? Я говорю, нет, меня посадили в прекрасный автомобиль и отправили в Москву. Я позвонил своему товарищу Алексею Кортневу, у которого я жил в тот момент, потому что он тоже вёл свадьбу в другом месте. Я говорю, слушай, а я закончил. Он говорит, а как свадьбу можно закончить за час сорок? Я говорю, наверное, повезло. Вот, и так вот оно и уехало. Там ещё у тебя грандиозные вообще тоже истории про мусорный полигон. Не знаю, успеем или не успеем. Ты знаешь, мусорный полигон, она красивая, когда свадьбу увезли. Я, знаешь, думаю, можно сделать отдельное. Вот мы обязательно про это. Я вот хотел сказать. Так получилось, в жизни я пересёкся с человеком, который стоял у истоков самых дорогих корпоративных праздников Российской Федерации. И он же писатель великолепный был и сценарист. Звали, зовут по-прежнему, нельзя говорить про человека, даже его если нет, Валерий Зеленогорский. На самом деле он Гринберг. И так получилось, что я знаю его племянника хорошо. И когда мне посоветовало много людей лет там 15 назад почитать книжку «В лесу было накурено», я её прочёл, я, по-моему, Ритуле рассказывал. И что-то пересекается с ранним, любимым мной Велером, ранним Велером, с Довлатовым даже. И это такая ироничная проза, которая вот просто, ну, вот зашло. И когда я на какой-то праздник сюда приглашал ребят-музыкантов, они говорят, что тебе привезти? Я говорю, слушайте, возьмите, вот в лесу было накурено два. Там под пачку сигарет, я не курю и вам не советую, а красная и зелёненькая вот вышла. И он мне зелёненькую привозит, и мой редактор говорит, слушай, там стопудово есть рассказ про моих родителей. И так и было, потому что корни вот Валерия Зеленогорска. Вот я его позвал в эфир как-то, я говорю, расскажите про какой-нибудь вот фантастический, чтобы люди, которые, знаешь, вот я всё время понимаю, человек 50 лет исполняется, он говорит, я хочу вот свой полтос отпраздновать. Я говорю, сколько праздников вы вот позволяли себе сделать до этого? Он говорит, ну, пока ещё ни разу, вряд ли вы будете делать, ну, вот правда, вот потратьте на другую, путешествуй. Есть категории людей, для которых праздник – это не мука, а это он делает прежде всего для себя и для друзей. А есть категории людей, которые, ну, типа, положено, и вот он… Отметится. Отметится, и вот он как будто сам у себя крадёт. И вот Зеленогорский рассказал, я говорю, хотите, не говорите, кому вы это делали, потому что ж, понятное дело, когда селебрите вот там космического масштаба, всем интересным, говорит, подождите, хотите, я вам расскажу про уровень праздника, который устроил себе директор Мурманского рынка? Я говорю, давайте, самолёт, да, Як-42, но чартерный, из Москвы, Сембернар у него был, 7 лет собаки. Значит, если 7 лет собаки, сколько лет, сколько, 8 показал, сколько должно быть знаковых артистов? Естественно, 7. Ну, ладно, когда группа Любе… Конечно, железная логика. Когда Любе, глядя в глаза собаки, поёт «Камбат, батяня, батяня, комбат», но когда, рассказывает Зеленогорский, ныне покойный Янар Лазоров читает монолог «Музык, музык» и читает собаки, которые в этот момент себе санитарные какие-то мероприятия, процедуры устраивают, вот это, конечно, уже такая трэш. Вот, говорит, вот такие бывают ситуации на праздниках. Да, это, конечно, каждая история, это вообще какая-то жемчужина. Ага, мило. А тем временем у нас осталось 2 минуты до окончания программы, и мы ещё совершенно не успели поговорить про Новый год, который у нас, можно сказать, на носу. Ты тоже у нас чемпион по ёлкам, всё будет отнекиваться, но чемпион по ёлкам. Я готов прийти, рассказать, как-нибудь поговорить именно про Новые года, потому что с этим связано безумное количество весёлых историй, как личностных праздников, так и каких-то глобальных, по которым мы когда-то действительно стали чемпионами мира. Вот договорились обязательно тогда в декабре. Давайте. Мы сделаем такой эфир, посвящённый различным весёлым новогодним историям. А так же про свадьбы сделаем для тех, кто решил... Кстати, сейчас свадьбы проходят? У меня вот летом было две, по причинам понятны, потому что всё-таки я за какую-то субординацию, но были такие места, в которых это действительно отличало всем нормам санитарным. Для меня, кстати, было откровением, что появились в Латвии места, про которые я даже не знал. Да, вот так. То есть жизнь продолжается, время идёт. Я за то, чтобы не ныть в условиях этого, не спамить всё время себя в маске и нагнетать и так вот эту обстановку, всё-таки дарить друг другу более положительные эмоции, а руки мыть нужно. Вот, всем. И мужчинам тоже. И особенно после туалета. Мы поддерживаем. Спасибо большое, Стас Флоренцев, за то, что ты сегодня с нами был в эфире. И вот я просмеялась половину программы. Не знаю, совершенно не зря, наверное. День сложится. Уважаемая радиоаудитория, мне искренне приятно, что такие светлые дамы, как Оля Авдевич и Рита Трошкина, позвали меня сегодня в эфир. Я искренне хочу вам быть полезным в любых ваших начинаниях, ну и всем не болейте, и до новых встреч. И оставайтесь с нами. Следующий час программы «Зелёная лампа» и гость программы – дизайнер-модельер Ксения Данилова. Очень интересный человек. Радио Болтком